В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем июнь и июнь 2020-го. 12 июня Саров отмечал свой очередной день рождения. Наш город молодой и еще живый. Здравствует те, кто приложил руку к формированию его облика. Об одном из знаковых мест Сарова, стеле, посвященной 40-летию победы в Великой Отечественной войне, рассказал депутат городской думы, публицист Иван Ситников. Проходя мимо сквера по проспекту Мира, можно увидеть памятник, посвященный 40-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. И никто даже не задумывается, как он там появился. Ранее на месте монумента был установлен памятный камень с доской. Этот камень предстоял где-то 5 лет. Он свою миссию выполнил. И вот когда стал приближаться 1985 год, на заседании с полкома главный архитектор города Станислав Федорович Пилипенко предложил на рассмотрение два варианта благоустройства этого сквера и, собственно, вот такой композиции. Проект Станислава Пилипенко оценили на высоком уровне. Для того, чтобы воплотить его в жизнь, была собрана команда из работников первого завода и администрации. На первом же собрании приняли решение, что новым монументам нужно не только почтить память тех, кто воевал на фронтах, но и воздать должное труженикам тыла. Эту барельефную композицию по контуру вот этой обоймы изготовил тогдашний главный художник города Исмаил Биулыч Ишмаков. Там действительно стилизованные изображения боев, стилизованные изображения тружеников тыла. Над памятником работали десятки людей, художники, архитекторы, конструкторы и другие. После открытия монумента всем им вручили благодарственные письма и медали. Сегодня стала победа одной из излюбленных мест горожан. Здесь принимают третий классик в пионеры, гуляют с детьми и отдыхают душой. Ежегодно накануне Дня города в Сарове обновляют доску почета. Там появляются фотографии саровчан, отличившихся в разных областях профессиональной деятельности и достигших высоких результатов. Это врачи, учителя, тренеры спортивных школ, сотрудники полиции, предприниматели, рабочие различных организаций. В 2020-м на доске почета разместили фотографии сразу двух педагогов 17-й школы. 30 лет в начальной школе. Это тысячи часов уроков, это сотни проверенных тетрадей, это десятки детишек, для которых Лариса Коробкова стала первой учительницей. Работу и заслуги педагога оценили на городском уровне. Ее фотография целый год будет висеть на доске почета на центральной площади города. Ну, сначала, честно говоря, не очень верилась, но чувство гордости все-таки переполняло. На педагогический труд Ларису Николаевну вдохновила ее первая учительница. Когда-то давно для юной первоклашки она открыла новый огромный мир знаний. И вот уже три десятилетия Лариса Коробкова сама прививает любовь к учебе начинающим шкалерам. Проблем у маленьких детей бывает достаточно много, и они ими приходят делиться. И даже если порой не хватает времени, все равно стараешься выслушать всех, как-то помочь, объяснить, рассказать, посоветовать. Среди свежих фото на городской доске почета и карточка Людмилы Вакиной. На ей 10 лет женщина преподает английский язык в школе номер 17. Ее профессиональный путь был предопределен с детства. Мама и бабушка Людмилы были учителями. Тяга к языкам у меня была с детства. Да, были разные, конечно, предпочтения. Может быть, тоже и русский язык, как моя мама Кабаченко Вера Николаевна. Может быть, другой какой-то предмет. Но именно к языкам у меня была тяга. Фото на доске почета стало для Людмилы исполнившейся мечтой. Чтобы воплотить ее в жизнь, педагог принимал участие во всех конкурсах и фестивалях. Придумывала различные иностранные вечеринки для школьников. Самым таким, наверное, ярким событием это была чайная вечеринка «Мэтти Пати» городская. Она проходила на базе нашей школы. Это было костюмированное представление «Алиса в стране чудес» на английском языке. Всего на доске почета 15 свежих фотокарточек. На них портреты директоров, врачей, воспитателей, тренеров, маляров. Тех, кто своим ежедневным трудом меняют мир вокруг себя к лучшему. Июнь – пара школьных выпускных, но только не в 2020. В том году выпускникам вручали аттестаты в условиях пандемии со всеми мерами предосторожности. В масках, перчатках и с соблюдением социальной дистанции. Выдачу документов проводили в два дня. 16 июня аттестаты получили ученики 11 классов. На следующий день – девятиклассники. Юлия Баринова мечтает стать дизайнером одежды и даже создать свой бренд. Возможно, в будущих моделях найдут свое отражение неизменные атрибуты пандемии, которая стала помехой для полноценных торжественных мероприятий, посвященных окончанию школы. С одной стороны, деваться как бы некуда. Такова ситуация в стране и вообще в мире. Поэтому, ну, в принципе, можно с этим как-то смириться. Санитайзеры у ворот школы, маски, перчатки и отсутствие гостей, конечно, снизили градус торжественности. Но волнения у выпускников от этого не убавилось. На пороге взрослой жизни они испытывали смешанные чувства. Есть, конечно же, и радость, потому что мы уступаем в новую жизнь, у нас новый этап начинается. Ну, и с другой стороны, немножко волнение перед какой-то вот неизвестностью, как вот это все получится дальше. Ну, и грусть, конечно же. У ворот школы выпускникам повязывали ленточку, проверяли средства индивидуальной защиты. Потом старшеклассники, соблюдая социальную дистанцию, расписывались за получение аттестата, ставили подпись в графике ЕГЭ. Для каждого из них была подготовлена индивидуальная ручка, которую они забирали с собой. Фотографии на память – еще один обязательный момент мероприятия. Но даже в фотозоне некоторые из них отказывались снимать маски. Вручение аттестатов продумано с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Вручение аттестатов у нас проходит по графику. Учащиеся распределены во времени. Они будут подходить через каждые пять минут. Заключительным этапом мероприятия стало вручение выпускникам фотоальбомов, где были собраны снимки их одноклассников и учителей. Готовились к выпускному давно, альбомы подготовили еще в зимнее время. И не оставить пожелания в альбоме – это как будто бы выпускного не было. Праздник прощания со школой приобрел во время пандемии новый оттенок грусти. Выпускники, которые 11 лет сидели за одной партой, вместе участвовали в различных школьных мероприятиях, дружили и поддерживали друг друга, по одному приходили за аттестатом и также поодиночке уходили. Прошлым летом, наконец, сдали в эксплуатацию 10-ю школу. Спустя месяцы, после многочисленных переносов сроков и устранения неполадок, здание было полностью готово. 1 сентября ее двери переступили 550 учеников, которые ждали этого события 3 года. Событие, которого так долго ждали. Подрядчик, наконец, полностью закончил ремонт школы номер 10 и передал ее в эксплуатацию. Качество работы администрация жестко контролировала. Мы работали в этой связке с УКСом. Кураторы УКСа, руководство УКСа, заместитель главы администрации, глава администрации на этом объекте неоднократно были. Значит, поэтому мы придерживались проекта. Мы максимально требовали от подрядчика применения тех материалов, технологий, которые прописаны в проекте. В течение пяти лет подрядчик будет обязан устранить за свой счет любые обнаруженные дефекты и неполадки. Сейчас педагогический коллектив уже начал обживать обновленное здание. Конечно, и коллеги, и родители замечают колоссальную разницу между тем, что, в общем-то, когда школа функционировала до капитального ремонта и после капитального ремонта, она стала современнее намного, начиная с фасада, внутренних помещений, наполнения мебели, то есть техникой. Десятая школа теперь полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное – по ней могут передвигаться на инвалидной коляске. Есть специальный лифт для маломобильных групп, подъемной платформы, специальный вход с ведущим к нему широким пандусом, отсутствуют плинтусы и другие барьеры. Также среди новшеств – система комплексного управления доступом в здание. Это видео-глазки различные для того, чтобы предотвратить именно вот какой-то террористический, скажем так, атаки, не атаки, но, в общем-то, предотвратить такой удар по школе, скажем так. Что новое еще? Ну и все полностью оборудование новое у нас приобретено, мебель. Учисля, конечно, с удовольствием, с поддержкой родителей все это собирает. Полностью обновился гардероб. У каждого ребенка теперь есть свое место под обувь. В спортивном зале заменили покрытие пола и сетки. Во всей школе сделали комфортное освещение. На входе установили интерактивную панель, где будут выкладывать расписание уроков и дополнительных занятий. На кухне заменили все коммуникации, мебель и технологическое оборудование. Кроме учебников и личных вещей педагогов, все остальное в школе новое. Появляется у нас кабинет для проектной деятельности. То есть он будет включать в себя как сменные выставки, экспозиции различные тематические, то есть действующие проекты наши. И там же будут проходить защита проектов и будут создаваться проекты, самые главные, то есть различные направления. Химико-биологические, технологические, инженерные. То есть вот такой у нас кабинет появляется. Администрация школы хочет оборудовать здания как можно больше образовательных зон, где ученики смогут в ожидании уроков поиграть в шахматы или зайти в базу данных электронной библиотеки. Каждый класс внесет свою лепту в преобразование школьной среды. В июне и июля прошлого года проходило голосование по поправкам в Конституцию. Своё мнение россияне могли выразить как очно, так и онлайн. 1 июля состоялся единый день голосования. Уже на следующий день избиркомы подвели итоги. Почти 40 тысяч саровчан выразили своё мнение по изменениям в Конституцию. Явка составила 57,6%. 2 трети саровчан высказались за внесение поправок против почти 33% избирателей. Почти 500 бюллетеней были испорчены при заполнении. Проявили свою гражданскую позицию и проголосовали больше половины жителей города. По данным территориальной избирательной комиссии Сарова, за внесение поправок в Конституцию выступили 26 326 человек. 13 тысяч выразили своё несогласие. 1% бюллетеней оказались испорченными. Хорошо, что они сделали заранее. Многие люди заранее проголосовали. Не толкались, не было очередей. Но мы проходили всё нормально. Не было никаких очередей. Подошли, проголосовали и ушли. Мне очень понравилось. Перед входом стояли мужчины, мерил температуру, маски задавал, перчатки по желанию. Всё замечательно. Женщины такие там сидят доброжелательные. Кружечку опять же подарили. Организация хорошая. Потому что, когда мы пришли, никого не было. Дали перчатки, промерили температуру. В общем, я считаю, что очень хорошо. У россиян была возможность выразить своё мнение не только на избирательных участках, но и дистанционно. Для этого нужно было заранее подать заявку на портале госуслуг, получить персональную ссылку и проголосовать. В нашем городе этой возможностью воспользовались 1190 человек. По словам жителей города, онлайн-голосование позволило дополнительно обезопасить себя от заражения коронавирусом и сэкономить время. В период пандемии дистанционно очень даже удобно. То есть я подала заявку на госуслугах, у меня всё пришло. То есть я дома проголосовала. Не нужно никуда ходить, заражаться. Правильно сделали, конечно. Скучности никакой не было. У нас было два человека. Я и муж. Больше никого не было. Россияне голосовали за принятие сразу 206 поправок, которые меняют 46 статей основного закона страны. Изменения коснулись идеологической, социальной и политической сфер жизни общества. В июле в Саров доставили колокол отлиты в память о погибших сотрудниках ядерного центра. Трагедия случилась 8 августа 2019 года на полигоне под Северодвинском. Во время испытаний погибли пять сотрудников НИЭФ. Несмотря на внушительный вес 43 пуда или 770 килограммов, колокол выглядит не таким уж большим. Его высота всего 106 сантиметров. Диаметр почти метр. Колокол такой массы называют благовестником. Его отлили на московском колокольном заводе в память о погибших испытателях. Сплав использовали классический – оловянистую бронзу. Ее применяли еще наши предки. После удара языка звук еще долго разносится по округе. Толстые стенки колокола как нельзя кстати подходят к лесной местности. Именно они помогают звуку пробиваться сквозь деревья. Колокол дополнит ансамбль звонницы храма Иова Многострадального. Художественное оформление колокола соответствует русским церковным традициям. Его изготовление заняло примерно месяц. Это процесс непростой, требуется предварительная подготовка. Сначала делают модель колокола, потом форму, в которую будут заливать нагретый до 1000 градусов металл. По традиции, пока смесь не застыла, в нее бросают свечные агарки из храмов. Считается, что таким образом в колокол заключается молитва. После застывания внешнюю поверхность колокола шлифуют и полируют. Даже сквозь упаковочную пленку видно, что поверхность блестящая. На нижнем ярусе юбки колокола отчеканены имена погибших сотрудников ядерного центра. В средней части изображены лики святых. Чуть выше проступают слова молитвы. Такими нам запомнились июнь и июль ушедшего года. Но вспомнить важные для вас события 2020-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, какими были прошлые август и сентябрь. В студии работала Лидия Шилаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова